Вокруг света с шуйской гармонью. Мало кому известно, что ивановский путешественник Пётр Плонин буквально несколько лет назад совершил необыкновенный вояж из Иваново в Австралию и обратно. Большую часть пути Пётр ехал с гармошкой – подарком от шуйской фабрики. Застать путешественника в городе – большая удача. Странник вернулся в Иваново и сразу отправился на юбилейный фестиваль «Играй гармонь». И я, конечно, просто-напросто сразу же зажёгся, как-то отблагодарить хотя бы шуян вот этой информации. Они сами не знают, что их гармошка дошла до Сингапура, вот, доехала благополучно. Это такой инструмент, который сразу хватает человека за сердце. О своём втором большом путешествии рассказывает с ностальгией. Первую кругосветку, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса, Пётр совершил на Владимирских тяжеловозах, а вот второй путь проехал уже на велосипеде. Сотни километров через жаркие пустыни, оживлённые города и экзотические джунгли. Часть пути с ним прошёл друг – известный путешественник Николай Давидовский. В целом странствие растянулось почти на восемь месяцев. Сама идея вот этого путешествия на велосипеде, прежде всего, была такой, как бы, культурный и духовный такой вот обмен. Потому что люди, как сообщающиеся отсюда, они обязательно, вот как бы, и это. И человек, когда путешественник в чужой стране, обязательно к нему и внимание, и всё прочее. И здесь вот гармония, она была, как своего рода, как доказательство, что я русский. То есть она всё равно прошла со мной вот эти вот страны, как бы, по честь России кусочек, вот по Бурятии, потом Китай, потом, да, после Бурятии Монголия, Китай, дальше после Китая Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия и Сингапур. Пётр рассказывает, без гармонии в путешествии никак. Берёт тоска по родине. Хочется сыграть или напеть знакомый мотив, чтобы хоть на минутку почувствовать себя дома. Шуйская гармонь сопровождала странника по меньшей мере половину пути. Но, увы, любимый инструмент пришлось оставить в Сингапуре. Гармонь Пётр подарил настоятелю местного храма. Мне надо было переезжать в Австралию, прилетать самолётом. А вес, дополнительный вес обкладывался там большими деньгами. Надо было большую доплату дарить, где денег не было. И я и велосипед оставил в Сингапуре свой, на котором доехал до Сингапура, и гармошку. Конечно, как бы друзей не придают, но так вот получилось. Рассказывать с гармошкой словно потерял часть души, потому, когда наконец вернулся домой, поспешил приобрести новую. Долго выбирал, но ни одна, говорит, не звучала. И только недавно в комиссионном магазине Петру посчастливилось перебрести то, что так долго искал. Теперь мечта путешественника проехать от Иваново до Владивостока. Зайти к тем людям, которые поддерживали и устраивали на ночлег. Как-то отблагодарить. Хоть песней, хоть стихотворением, которые Пётр Плонин сочиняет во время поездок. И, конечно, в новый путь путешественник обязательно возьмёт с собой гармонь. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.